Всем привет, с вами Геймлот и мы продолжаем играть в игрушку Heroes of the Storm от компании Blizzard. И сегодня мы посмотрим на героя Тасадара, это герой поддержки и он из вселенной StarCraft. Давайте найдем игру, играть будем против ИИ. Так, группа быстро нашлась. И начинается загрузка. Добро пожаловать в проклятую лощину и увидимся после загрузки. Готовьтесь к битве, герои. Итак, судя... Поэтому голоса вы поняли, что загрузка прошла успешно и мы пойдем с Дьяволом. Да, с Дьяволом. Итак, я буду сейчас вкачиваться в исцеление. Поэтому давайте мы возьмем вот эту штуку, да. В принципе, можно взять еще вот третий вариант, потому что он будет восстановить ману за то, что мы будем использовать дабл... Ну, клавишу на W. Способность на клавишу W. Вторую способность. Возьмем пассивочку. То есть мы будем собирать сферы регенерации и восполнять себе ману. Итак, немножечко об этом герое. Его способность, то, что он может, да, вот так вот подглядывать. То есть нажимаем на Д и мы видим невидимое. Ну, видим область целую. Так, еще нужно сказать, что это боец дальнего боя. Также он накладывает щиты. Так, мы будем их накладывать. Хилит он довольно-таки своеобразно. То есть напрямую он не хилит, но... Сейчас вот мы когда дойдем до следующего уровня. У него есть способность, которая позволяет отхиливаться с помощью автоатак, но в тот момент, когда на вас надет, собственно, щит. Вот этот вот шарик большой. И этим будем пользоваться. Так же его, конечно, можно вкачать в атаку. У него достаточно неплохая атака. Плюс не нужно забывать, что боец дальнего боя-то дает вам некое преимущество. Так. Но мы будем хилом. Сейчас хилом. И из-за его способности нужно сказать, то, что он очень хорош против всяких невидимых. Потому что... Ну, потому что не дает оно им жить спокойно. Автоатаки, вот, восполняет ей здоровье. То есть мы накладываем на него щит, а правда он не автоатачит. Да. Что это за звуки такие интересные? Вот здесь вот наша команда, я смотрю, не помогает. У нас тайка стоит против двоих. И это плохо. Но нашей команде внизу пофигу, и это очень плохо. Так, на тебе щит, чтобы ты не умер. Та-па-па-па-па-па-пам, па-па-па-па-пам. А, подождите, посередине стоит мясник. Все равно тяжело, но ладно. Пускай. Кстати говоря, боты уже, наверное, берут лагерь. Примерно пора. А здесь лучше нести достойный дар. Да, они, боты брали лагерь. Потому что это уже было пора. И сейчас они все пойдут вниз пробивать оборону. Где-то мой герой бежит. Так, тихо, в ловушку не попадаем. На тебе щит. Добиваем Газлоу. Добиваем Газлоу, добиваем. Отлично. Двойное убийство. Так, уходим, уходим, уходим. Так же стоит еще сказать про третью способность, которую я не упомянул пока что. Она позволяет Тасадару уходить в невидимость, грубо говоря. Так, здесь я уже все сделал. Надо вернуться на линию, собирать опыт. Так, когда, вот, вот, здесь я возьму способность, которая оставляет хоть какой-то щит после того, как основной щит спадает. То есть, человек, если будет получать урон, он будет продолжать отхиливаться. Он еще автотащит. Так, поэтому вот такие вот дела. И мы скоро дойдем до героических способностей. Про них надо сказать отдельно. Потому что они две разные. И две по-своему хороши. Но одна из них, мне кажется, более универсальная. Так. А пока что мы скачем, скачем на волке. Волка дают за то, что вы прокачали сотый уровень в Волгу Фаркрафта. Если вдруг кто-то не знает. Так, на тебя щит. Сейчас будет раш по центру от ботов. Это не очень хорошо. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А я здесь один, а наш Тайкус хочет заняться полной фигней. Ой-ой-ой. Оу. Вот, кстати, вот третья способность. Я ушел в невидимку, и все стало хорошо. Буч, да. Я Буч тебя понимаю. Ты хочешь, чтобы они разъединились. Так, так, так. Та-ра-та-там. На тебе Буч щит. Буч. Буч. Отлично. Так, выходим в тень. И пусть Буч сражается. Мы ему только помогаем. На тебе щит. То есть в качестве поддержки мы очень хороши. Отлично. И вообще замечательно. Все. Буч молодец. Ну, Буч мясник. Я его Бучем называю. Те, кто смотрели серию, или может быть не смотрели, посмотрите серию про этого персонажа, этого героя. Он очень прикольный. Так, здесь я, наверное, возьму лучше Архонт. То есть я буду превращаться в такое большое существо. И всем делать больно. Также есть второй вариант. Это делать стеночку. Его стоит брать, если вы контролить будете. Контролировать, так сказать, ситуацию. Вы ставите стенку, и через нее не могут пройти враги. Так, на тебе щит. И, в общем-то, ей можно пользоваться. Так, а пока что мы идем спокойненько, идем. Всем вешаем щиты, чтобы они у них были. Как-то я странное действие какое-то делаю. Наверное, я хочу захватить... Да. Наверное, я хочу захватить лагерь наемников. Здесь главное вот в эту гадость не вставать. Так, щит. О, к нам буч прибежал. Буч. Так. Так, что у нас здесь за талант? Замедляет противника. На самом деле, как-то непонятно. Они замедляют. Поэтому я не очень люблю это брать. Хотя, с другой стороны, должно нормально сработать. Либо берем вот эту вот штучку. Я возьму ее. Так. Вот мы сейчас с помощью первой способности как раз уменьшили Тусадара до размера козявки. Давайте прочитаем. В общем, там все параметры уменьшаются на 50%. Блин, у меня щит на перезарядке был. И этим можно пользоваться. А еще там можно было... В общем, много чего там можно было. Так, тихо. О, мы стали большим и злым. Сейчас не самый лучший момент, чтобы... Ай, что-то рассказывать. Ну вот, мы погибли, и можно что-нибудь рассказать. Вообще, не стоит отвлекаться на это. Ладно. Так, первое. Увеличивает время действия нашей способности, которая позволяет нам видеть все вокруг. И это если вы играете против невидимок. Если оно требуется. Автота автоматически срабатывает, когда у Тусадара остается мало здоровья. Это третья способность. То есть, когда нас почти убили, он уходит в туманчик. Может быть, для выживания стоило это взять. То есть, то, что я взял, это для... Того, что если вы любите ПВПшиться. Хотя, чего я говорю. В общем, если вы просто... Грубо говоря, на убийстве героев решили сосредоточиться. Тогда это вам поможет. И, ну, замедляет противника. Это тоже элемент контролирования ситуации. Если враг быстро не может убежать, значит, все и хорошо будет. Так, тем временем там что-то у нас беда какая-то сверху. Но... Ладно. Так, мы возьмем босса. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Ай! комментировать и играть вот хорошо что мы против ботов играем сразу внимание рассеиваться расслабиться винтару а дум дару бум там пам 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 о сердечко не забывать брать сердечками новые таланты что мы возьмем повышает скорость передвижения цели в шарике да почему бы нет есть альтернативный вариант замедлять соперников с помощью второй способности можно его брать но чаще всего мне кажется сейчас надо будет их догонять замедлить их не успею поскольку они бегут так мы догоним так сейчас не очень хорошо потому что потому что мы сейчас разнесем цитадель а так на тебе дьявол а опыта мы получим мало да вот собственно так произошло старайтесь разрушать все здания победа чтобы было больше опыта но ладно победа и давайте взглянем на результаты и так вот наши результаты статистика наличили мы 16000 я был тонкал 17000 то есть остальное лечил он сам все остальные показатели такие средненькие умерли на самом деле по глупости если бы не отвлекались все было бы хорошо ну таланты я брал на хила то есть я сначала восполнял все маны с помощью сердечек а потом сделал упор на щит 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 вот здесь наверное не стоило брать эту способность возможно надо было взять исчезновение когда мало здоровья тогда бы я выжил но здесь по ситуации мне кажется архонт он более такой универсальный ну в общем то до 20 уровня мы не дошли вот такой вот герой в принципе хороший и очень эффективен против невидимок а на этом я тогда закончу скажу вам большое спасибо за просмотр подписывайтесь на канал оставлять свои комментарии посещайте сайт выпал гром и увидимся в следующих видео